Нет, подожди, был такой блестящий певец Цой, действительно сверхпопулярный в Советском Союзе. И вот они говорят, мы вдруг обнаружили, что на каком-то этапе он начал петь песни совсем не такие, как пел до этого. До этого он пел про алюминиевые огурцы, а тут вдруг про перемен, да, начал петь. Не его стиль, как будто разных два певца. Мы, КГБ же не то, что сейчас, да, у них власть была, мы вызвали всю его группу, те написали везде бумаги, мы провели исследования, допросы, ну тогда еще власть была у низовых сотрудников, пока начальство не запретило. И выяснили, что все последние песни Цой сам не умел писать, он писал их в коллективе. Ему привозили от Америки. Профессионально в Голливуде писали люди песни на русском языке. Они действуют и национально. Да, это наши, как бы, исследования, то есть они получили эту информацию. Но это же в системе, один Цой бы ничего не сделал, но он же в системе таких проектов тысячи. И в культуре, и в экономике, и в политике, и в силовой системе. Это профессиональная работа. Вот как на Украине, они пришли от Киев и начали сшивать тысячи факторов своими нитками оранжевой революции, то есть государственным переворотом. Так они делали и в Советском Союзе. Десятки тысяч специалистов США сшивали каждый свой узел. То есть за Цоем была в ЦРУ специальные люди, которые с ним работали. Давали гранты, давали ему эти песни и так далее.